Пожароопасный период. Как сжигать мусор, чтобы не получить штраф? Говорим с заместителем главного инспектора МЧС. День семьи, любви и верности. Секрет счастливых отношений устами ахтубинцев. Бескорыстная помощь. На озере Бескунчак вновь спасли лебедей. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Теперь этот праздник является государственным. Соответствующий указ президента Российской Федерации вступил в силу 28 июня. Как указано в документе, решение сделать праздник официальным было принято, чтобы сохранить традиционные семейные ценности и духовно-нравственное воспитание молодежи. Пока что выходным днем эта дата не является. Но документ с соответствующим предложением внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Накануне Дня семьи, любви и верности во дворце бракосочетаний Астрахани состоялось торжественное награждение супружеских пар из разных районов Астраханской области. Медаль за любовь и верность получили 16 пар, которые на протяжении долгих лет чтят семейные традиции. Почетным символом были награждены те, чей стаж семейной жизни превысил 25 лет. Были и золотые юбиляры, которые прожили рукообраку 50 лет, и даже те, кто живет в браке 55 лет. Медаль вручил виновникам торжества региональный министр социального развития и труда Олег Петелин. Он выделил Астраханскую область как регион с большим количеством крепких и дружных семей. В числе награжденных оказались и Охтубинские семьи. Семья Крыльцовых, которая приняла участие в праздничном мероприятии. На региональном уровне были также отмечены еще три семьи. Семью Бондаревских поздравили в Охтубинском центре социальной поддержки населения. Семьи Черкашиных из села Покровка и Овчаровых из Пологого займища будут награждены на уровне муниципалитетов. Отметим, Русская Православная Церковь в эту дату отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. В чем же секрет идеальной семьи? Что такое семейное счастье? И кто должен быть главным? С такими вопросами наша съемочная группа прошлась по улицам города. Счастье семейное. Муж и жена любят друг друга. Дети есть рядом, которые уважают, почитают родителей, слушаются. Ну и, соответственно, развиваются, тоже радуют родителей. Понимание, уважение. Честность, доверие, любовь. Верность, любовь, надежда. В чем секрет? Секрет взаимопонимания. А что еще можно сказать? Уважение. Самое главное, наверное, это любовь. Люди должны любить друг друга. Любви, уважение. Самое главное, чтобы друг друга уважали. Если не будут уважать, никакой семьи толком не будет. В хорошем достатке, уважении друг к другу. Секрет семейного счастья является любовь и доброта, а также, главное, не забывать сочувствие. И, к сожалению, если какая-то трагедия произошла. В этом мире правит только любовь. В чем секрет идеальной семьи? Ну, наверное, это прописные истины. Уважение, любовь, доверие. Идеальная семья, порядочность. Мирная, чтобы жили семья. Вот это я считаю. В доме должен быть обязательно большой стол, за которым должны собираться бабушки, дедушки, я не знаю, братья, сестры. Эта семья должна собираться хотя бы раз в месяц вместе. Не в кафе где-то, не где-то на природе, а вот именно дома за большим столом. Это, прежде всего, полная семья, где есть и мама, и папа, и где есть дети. Идеальная семья – это когда в семье баланс. Все друг друга любят, то есть у всех есть взаимоотношения, то есть все друг другу доверяют. Такое как бы соединение людей, мужчины и женщины, оно называется вивах. Так вот это, как они говорят, главное не любовь, она придет потом. Главное вот именно единение душ. Вот когда оно будет, единение душ, понимание людей абсолютно во всем. Тогда будет счастье в семье, любовь. Кто главный в доме должен быть? Не знаю. Главного мы оба. Ну как же, да, вместе все решается. Я главная в доме. В чем это выражается, вот можете рассказать? Командую всем, парадом. Всем, что есть, я командую. Нравится. Ну бывает так, что слушает, слушает, потом повернется, сделает по-своему. Ну ничего, я не обижаюсь. Он всю жизнь был мужчина, глава семьи, конечно. По быту, наверное, жена главная, а по добыче муж. Глава семьи, естественно, мужчина. Я считаю, что все-таки главным должен быть мужчина. Женщина должна быть его помощницей, другом. Но во главе семьи все-таки должен быть отец. Муж главный, конечно. Муж главный, точно знаю. Ну, у нас, знаете, равноправие. В России считается, что мужчина должен быть главный в семье. Решение за мужчиной, прежде всего, как говорится. Мужчина – голова, женщина – шея. Он берет на себя ответственность за все, чтобы зарабатывать. А женщина, ну, более мягкая. Она, наверное, должна дополнять. Муж и жена, мне кажется, это партнеры. Не может быть главного или не главного. Оба. Ну, в основном, бабушка, наверное. Да? Почему? В чем это выражает? Ну, не знаю. Мы женщины такие, а мужчины должны нам уступать все-таки. Ну, и мы должны уступать в чем-то. Сегодня в честь праздника в подростковом клубе «Старт» были подведены итоги конкурса детского рисунка. Подробности у Ксении Масловой. Ни на что не похожий очень душевный и глубокий по замыслу праздник. День семьи, любви и верности сегодня состоялся в подростковом клубе «Старт». У семейного праздника есть девиз «Любить и беречь», а символ его ромашка. Об этом не понаслышке знают ахтубинские девчонки и мальчишки. В праздничный день они не только показали свои знания в области истории праздника, но и повеселились от души. Для детей, посещающих подростковые клубы по месту жительства, на протяжении двух недель был организован конкурс рисунков тематических с названием «Моя дружная семья». Сегодня у нас финальное мероприятие, на котором мы говорили о традиционных семейных ценностях. Играли, разгадывали ребусы, вспоминали, как можно организовывать семейный досуг и награждали победителей именно в конкурсе. Достаточно ли в детских рисунках раскрыта тематика конкурса? Главный вопрос, на который ответ искала профессиональная жюри, состоящая из трех человек. Ребятам нужно было не просто показать свою семью посредством художественных принадлежностей, но и рассказать, чем же они любят заниматься в свободное время. Я нарисовала рисунок, когда мы с родителями занимаемся спортом. Я нарисовала диван, как мы все с родителями сидим и с моей сестрой смотрим мультики. Это наше семейное хобби. Все участники творческого конкурса, коих оказалось не так уж и мало, были отмечены грамотами и памятными сувенирами, которые останутся с ними надолго. А самые креативные смогли урвать главные призы – почетные первое, второе и третье места. Ксения Маслова, Сергей Вакулов, Владислав Лихварь, Ахтубинск ТВ Символом любви и верности являются лебеди. Поэтому особенно символичным стало то, что в преддверии праздника белокрылых птиц спасли на озере Бускунчак. В поиске пресных водоемов лебеди регулярно прилетают к Бускунчаку небольшими стаями. Однако кристаллы соли, оседающие на крыльях, не позволяют птицам взлететь, отсутствие пресной воды и сильная жара могут привести к их гибели. Операцию по спасению птиц провели государственные инспекторы дирекции для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природой территорий совместно с представителями общественного движения «Волонтеры Победы». Пять лебедей были выпущены в естественное средообитание. Пресный водоем. В настоящее время, как сообщается на официальном портале региональной службы природопользования, активизирована работа по обследованию территории озера Бускунчак на предмет обнаружения и спасения нуждающихся птиц. И к другим темам. В настоящее время в Ахтубинске действует особый противопожарный режим. Он был введен постановлением главы города, согласно которому запрещается сжигать мусор, осуществлять пал травы и разжигать костры. Особый режим продлится до 20 июля. Однако, лето само по себе, пожароопасная пора. За последние дни мы то и дело слышим новости о возгорании в Ахтубинском районе. Об особом противопожарном режиме, профилактике пожаров, ответственности жителей и других важных аспектов этой темы мы поговорим с нашим гостем. И сегодня у нас в студии заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ахтубинскому району майор внутренней службы Александр Юрьевич Соловкин. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Статистика пожаров с начала года в сравнении с прошлым. На сегодняшний день, с начала 2022 года, на территории Ахтубинского района зарегистрировано 51 пожар с материальным ущербом и 208 пожаров без материального ущерба. Основные пожары у нас происходят в жилом секторе. Это горят у нас жилые дома, хозпостройки, бани. Также бывают случаи сгорания транспорта. Что касается жилого сектора, также очень много пожаров зарегистрировано, где горят у нас бесхозные неэксплуатируемые строения. Это также в жилом секторе, заречной части города. Ну и в селах это отмечается село Капустиньяр, поселок Верхний Баскунчак. Ну и в южных селах село Болхуны. Что касается сухой растительности. Наибольшая часть возгорания сухой растительности и мусора, это 208 случаев. У нас зарегистрирована заречная часть города Петропаловка, а также прилегающие окраины города, где у нас произрастает сухая растительность. Это трава, камыш. Очень много поступает сигналов на ликвидацию возгораний мусорных контейнеров и прилегающей территории. Это у нас улица Черно-Иваново, где масштабно складируется мусор, потом он горит. Объездная улица Колхозная, заречная часть города. Тоже очень много случаев туда выезжают сотрудники пожарной охраны. С начала 2022 года на пожарах погиб у нас один человек, получил ожоги, тоже травмирован один человек. По статистике у нас наблюдается рост пожаров. Это значительный рост именно в городе Ахтуминске, как и пожара с материальным ущербом, так и без материального ущерба. То есть трава, мусор, камыш. То есть, получается, введение противопожарного режима особого связано со статистикой? Да, совершенно верно. Это было связано с тем, что наблюдается значительный рост именно возгорания сухой растительности, камыша, мусора, а также рост пожаров с материальным ущербом. Главе города было рекомендовано ввести на подвинственные территории особый противопожарный режим. То есть, с 20 июня 2022 года на территории города Ахтуминска введен особый противопожарный режим. Что такое режим вообще под собой подразумевает? Особый противопожарный режим – это дополнительные мероприятия в области пожарной безопасности, устанавливанные органы местного самоуправления на подведомственных их территориях для того, чтобы пожаров у нас было как бы меньше. То есть, прописать мероприятия, необходимые для того, чтобы меньше горело у нас на территории. То есть, какие вот более конкретные? Ну, первым пунктом идет категорический запрет на разведение огня, то есть, костра, пал травы, сухой растительности, мусора и тому подобное. Какая вот конкретная ответственность предусмотрена? За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Это статья 20.4 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Часть первая подразумевает это нарушение требований пожарной безопасности вне особого противопожарного режима. Часть вторая в рамках особого противопожарного режима. Если в части первой санкция на граждан, должностных лиц, предприниматель подразумевает предупреждение, во второй части, согласно Кодексу, предупреждения нет. Штрафы там у нас уже идут в двойном размере. На граждан это от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Какие существуют правила сжигания мусора? Основные моменты, что сжигать мусор, траву, другие отходы в неустановленных местах категорически запрещено. Будь то участок на территории домовладения, будь то прилегающей территории к домовладению. Если вы собрались сжигать мусор, либо развести огонь на территории участка. Если вы не используете металлические емкости, бочки, мангалы, нужно вырыть яму котлованчика размером 30 сантиметров в глубину, радиусе 1 метра. Данный участок должен быть очистен от сухой растительности, в радиусе также 1 метра. При этом у человека, который производит пал сжигания, должен быть инструмент. Это лопата, песок и непосредственно вода. Но есть маленькая помарочка, что при сжигании в таких условиях расстояние от строений, от жилых домов, заборов, хозпостроек, других либо сооружений, должно быть не менее 50 метров. Таким образом, сжигание на территории участка будет уже как бы нарушением, потому что я мало представляю участки, где расстояние 50 метров от зданий сооружений. Поэтому на это делается акцент. И как быть в таких ситуациях? Администрации я рекомендовал снимать машину, информировать население, чтобы машина проходила по центральным улицам, они это складировали, дальше администрация это вывозила уже на утилизацию все эти моменты. Это один из способов. Как бы вот так вот. Но вывозить и скваливать это на контейнерной площадке, что творится, допустим, на Черной Ивановой улице, где проезжают у нас гости города и видят эту всю красоту, это, конечно, неправильно. Убедительная просьба гражданам города соблюдать требования пожарной безопасности, не складировать мусор, своевременно косить траву и быть поосторожнее с источниками зажигания. Спасибо вам большое за информацию. Мы идем далее. 10 июля в 42-й раз в России будет отмечаться День рыбака. Это праздник профессионалов, работников, которые заняты ловлей, разведением и переработкой рыбы. И, конечно же, любителей. Одним из таких является наш корреспондент Владислав Лихварь, который вот уже многие годы следит за ситуацией в Ахтубинском районе. В историко-краеведческом музее открыта выставка, посвященная Дню рыбака. Она будет работать до самой осени, до сентября, чтобы многие ахтубинцы смогли увидеть, коснуться старины далекой, нашего некогда богатого рыбными запасами края. На фотографиях запечатлены ловцы рыболовецких артерий, промисловики, в работе, на тоне, за разделкой, переработкой рыбы, которую теперь увидеть живой вряд ли кому придется. Сотрудники музея смогли найти снасти рыболовные, старины далекой, плавучую сеть, волокушу, оснащенные балберами, ташами, а это кошелка. По осени мальчишки такими корзинами без дна сазанчика в баклушах в отшнурованных водоемах ловили. Да, были рыбы в наше время. Это голова щуки, пойманная автором сюжета руками ровно сорок лет назад, в день рыбака у острова Петриков. Щучка оторвала леску у незадачного рыбака, от потери крови вышла на поверхность реки и попала мне в руки. На фото сын с племянником и трофейный экземпляр. 6 июля вечером спустился по Лопатинскому извозу к реке. Мурня только становится в русло. После третьего паводка за весну, лето. Такого казуса еще никогда не было. Не рассчитались специалисты каскада гидросооружений Волгокамского водохранилища, притока воды. А результат – миллионы, миллиарды погибших мальков. На берегу одиноко рыбачил хамайон. Он здесь часто бывает. Какую самую большую рыбу здесь ловил? Рыба? Сом. Сом? Да. Какой? Покажи, как. Сесть храм будет. Вот такой. А где лучшая рыбалка? Лучше – Ахтубинский. Ахтубинский? Да. Там вода есть, рыбалка много. Поздравляем, как день, как рыбалка. Все удачи. Наша съемочная группа поздравляет также всех любителей рыбной ловли с Днем рыбака и, как у нас говорят, ни хвоста вам, ни чешуи. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. В предстоящие выходные Ахтубинцев ждет сразу несколько ярких мероприятий. Завтра, 9 июля, на набережной в Заречной части города пройдет фестиваль уличного кино. На просмотр короткометражки и под открытым небом Ахтубинцев предложает кинотеатр «Победа». В этом году фестиваль уличного кино реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На соц зрителей будет представлен режиссерский дебют Саши Петрова с участием таких известных актеров, как Иван Янковский, Владимир Вдовиченко, Екатерина Шпиц, Айуглая Тарасова и другие. Начало мероприятия в 20.30. ФОСВОБОДНЫЙ. Эти выходные также станут особенными для мусульман Ахтубинского района, так как с 9 июля они начнут отмечать один из главных религиозных праздников, который знаменует окончание хаджа в Мекку. По этому поводу в Ахтубинске 10 июля состоится мероприятие на площади имени Ленина. В праздничной программе интеллектуальные и спортивные игры Курьеж для детей, мастер-классы, угощения, призы и подарки Начало 18.00. Это были все новости на сегодня. Хороших вам выходных и оставайтесь в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова